Знаете, мне понравилась сегодня одна шутка в интернете в отношении того, что спрашивают «Можно у вас посмотреть «Игру престолов»?» «Откуда вы? Из Украины»? «Вам будет скучно». Вот у нас еще не закончился подсчет голосов на местных выборах, а у нас уже новая топ-новость. Мы еще не знаем окончательно всех, кто победил, расклады в местных советах, а у нас уже новая топ-новость в отношении ситуации абсолютно кричащего. То, что хочет сделать президент, честно говоря, мне кажется, что его зомбировали и толкают просто к импичменту и к каким-то очень плохим вещам для нашей страны, потому что прямым законопроектом распускают Конституционный суд. Вы так красиво говорили о том, как нужно вырешивать в юридичной площади. У нас есть законодательная, исполнительная и судебная весть власти, и их полномочия четко определены. Президент является гарантом Конституции, он должен следить за тем, чтобы Конституция не, ну скажем, четко выполнялась. Этим действием он однозначно идет на ее нарушение. Если мы говорим о том, что нужно внести изменения в законодательство, их нужно вносить. Но самое главное, вы знаете, для меня дико, вот Юрий Анатольевич упомянул решение Конституционного суда, которому уже два года, которое не исполняется, а совсем недавно решение административного суда в отношении руководителя господина Набу, господина Сытника, и в открытую говорит министр юстиции, я его не буду выполнять. Не может быть для государства, он его открыто сказал, что он его не будет выполнять. Не может быть такого чтения. Это решение суда хочу выполнять, это решение суда не хочу выполнять. У нас будет не государство, а бог знает что. У нас правовой нигилизм процветает. И, к сожалению, если сейчас не остановиться, нас ждут крайне негативные последствия для страны на всех уровнях. И это самая большая проблема, потому что закон, если гарант Конституции, впрямую, исходя из революционной целесообразности, из чего-то. Я очень уважаю господина Герасимова, но последний раз такое делалось Конституционным судом в 2014 году, для того, чтобы узаконить президентство Ио Турчинова, для того, чтобы дать ему возможность сделать вид, что он легитимный руководитель страны. Не забывайте про расстрелы на Майдане. А вы расследовали расстрелы на Майдане? Мы знаем, кто за них отвечает, кто убивал людей. Никто не понес ответственность за это. И, к сожалению, господин Зеленский сейчас в намного более простой ситуации для страны, в искусственной ситуации для страны, идет по этому же пути.